Всем привет! Начинаем нашу тренировку. Как обычно, поставьте, пожалуйста, плюсики, что всё у нас нормально со звуком с картинкой, и я тогда начну что-нибудь рассказывать. Сегодня, если других вопросов и предложений нету, посмотрим для начала раздачки нашего уважаемого Грега из его блога. Обсудим, может быть, что-то интересное найдём. Ага, спасибо, вижу плюсик. Спасибо. Ну и дальше посмотрим, может, поиграем, может быть, у вас ещё какие-то вопросы появятся. Начнём вот, я думаю, сейчас сделаю, чтобы мне было видно и чат. И вам было видно раздачи. Вот с этой раздачки, тут я её уже как-то отчасти комментировал, с король-дамой, когда мы открылись, получили два кола. Вот, здесь у нас был кантбет на полублеф, то есть на тонкое вэли мы, конечно, против двух диапазонов поставить не можем, но на полублефе будет, то есть мы выбьем какие-нибудь 2-3 аута у одного, 2-3 аута у второго оппонента, и нам этого будет вполне достаточно, чтобы поставить на полублеф, а дальше уже будем решать. Соответственно, здесь Хиро прочекал, у нас какой-то... какой-то рек, он поставил пол, ну, тут большую ставку, кстати говоря, почти под. Здесь у нас, конечно, есть кол. На терне, вот, кстати, здесь интересно, он ставит 2-3, то есть здесь он ставил почти под бет, здесь он ставит 2-3. То есть я бы посчитал здесь, что его рука это скорее какой-то... в таком случае либо какая-то дама Х, либо какой-то флэш-дро. То есть он... Ну, то есть, может быть, он, конечно, так с Ситом пытается добрать с нас, но после того, как мы заколировали почти под бет в двоих, по идее, и на терне мы продолжим, то есть он бы положил нас либо на топ-пару, либо на флэш-дро, и если бы хотел добирать, я думаю, что он бы вполне, возможно, ставил больше. Ну, то есть точно это сказать нельзя, но я бы во время раздачи размышлял так, поэтому я считаю, что на терне тут тоже кол. Вот, и на ривере очень интересное решение, опять-таки он вставит треть пота. Здесь, конечно, очень соблазнительные шансы банка, но надо задуматься о том, что мы бьем. Ну, фактически получается, что не бьем мы ничего, ну, потому что с рукой слабее он скорее взял бы чек-бехайнд, во-первых, а во-вторых, ну, с флэш-дро вряд ли он блефовал бы таким сайзингом. Ну, и тут по ста, там вот мы видим агрессию 22, соответственно, это говорит нам о том, что он редко блефует ривер. То есть по кондбетам тут, конечно, он вроде как ставит, но выборка маленькая, тоже мы не можем сказать точно, что он ставит. Тут прям две трети рук. То есть мы видим, что уже вот на терне у него кондбет, в принципе, падает, а на ривере, возможно, проблема выборки. Вот, собственно, тут обсуждение. Вот, и тут был вопрос про оверпару. Ну, в принципе, с оверпарой у нас то же самое. У нас кондбет на полу блефе, и дальше мы смотрим, если фиш продолжит, мы будем ставить на вэлю, если продолжит рек, то в зависимости от карты терна. Тут тебе правильно хочется делать кондбет, нам надо выбивать их руки. Опять-таки, у них есть какие-то гадшоты, какие-то туз хай. И карманки, даже если мы выбьем мелкие по такой доске, тоже это будет для нас плюсово, у них есть два аута. Вот, поэтому с оверпарой тут надо ставить, конечно же, тоже. Вот, поехали дальше. Ну, здесь у нас раздача Хира. Немножко неправильно оценил пот. Я думаю, что это мы смотреть не будем. Вот, дальше так же интересная раздача. Минрейс. От какого-то парня на катофе, который фишной, как я понимаю. Тоже выборка не очень большая, но можно сделать вывод, что он достаточно широко открывается. Его калирует баттон. Правильно Хира пишет, что Рега... Ну, с сильной рукой он сам был 3-беттел фиша. Ну, вот я не думаю прям, что он бы там за слоу-плеял. Все-таки на НЛ4, мне кажется, люди не очень... размышляют с таких... Ну, такие прям у них глубокие мысли, что прям там он со слоу-плеял, потому что у СБ высокий сквиз. Неизвестно, есть ли у него на СБ выборка, как у тебя. Может быть, он и... СБ для него неизвестный. Поэтому, скорее всего, да. Если Рег на батта не калирует, такой минрейс от фиша, то, скорее всего, у него слабая рука. Мы здесь засквизили, и нас заколировал регуляр. Сразу, что у него может быть? У него могут быть карманки в большом количестве, и часть какого-то Бродвее. Возможно, какие-то Туз Валет, Туз 10. Ну, и здесь для нас флоп не очень хороший. Давайте посмотрим, что тут у нас с Регом. Колд колет он на баттоне около 7%. Давайте прикинем, что это может быть. То есть, 3бет у парня против катофа. 3бет у него низкий, на самом деле. Ну, тут непонятно. То есть, 3, я не думаю, что это прям точная выборка. Скорее, где-нибудь процентов 5, наверное. То есть, как-нибудь Валет и Плюс. Ну, то есть, он бы 3бетил что-то. Вот такое, наверное, он бы 3бетил. Соответственно, тогда что он будет коллировать? Ну, вот эти руки, я думаю, он будет колить. Вот этот Бродвей будет колить все кармашки. Скорее всего, будет колить. Может быть, не все, правда. Может быть, вот эти. Частично. Частично коннекторы. Тем более, фиш минрейзит. Может быть, кол будет шире. Где-то вот что-нибудь такое. Какой-нибудь такой кол на минрейз будет у него на баттоне. И... Такой, естественно. И, соответственно, после нашего сквиза, я думаю, что он выкинет вот эти руки. Вот эти мелкие кармашки. Ну, я думаю, что тоже скорее выкинет, потому что фиш не зашел. Это выкинет. Это может выкинуть. Может не выкинуть. Ну, как-то вот... Что-то такое у него останется. Я думаю. Плюс-минус. Соответственно, у нас доска. Здесь 3-4. И у нас туздама. Ну, на самом деле... Что мы про него еще знаем? Ничего особо не знаем. На кантбеты он падает. Так себе. Не очень агрессивный. Вон, то шоу-даун достаточно бы. Ну, такой... Не очень маленький. Тут выигрыш на вскрытии достаточно большой. Ну, честно говоря, наша рука тут не очень хороша, потому что у нас практически нет никаких бэкдоров. Мы без позиции. Тут или ставить 3 барреля, что мне не очень нравится. Сама по себе идея. Либо тогда... Ну... Даже я бы сказал, что чек фолл с флопа. Ну, можно прочек колить одну улицу, если он не очень много поставит. Нет, сквиз тут хороший. Сквиз мне нравится. Тут вопрос постфлоп. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok